Всем привет! Меня зовут Виктория, и это наш пятый грамматический воркшоп. И сегодня мы будем с вами говорить про past simple, про то, что было в прошлом, про прошедшее время. Past simple, past, прошлое, прошедшее, и simple, простой. Простое, прошедшее, получается. Давайте разберёмся, когда мы его используем. Ну, когда что-то, например, случилось вчера, да, yesterday. Также то, что было в прошлый понедельник, last Monday, на прошлой неделе, last week, в прошлом месяце, last month. Также last year, last summer, last Christmas, прошлое Рождество. Обратите внимание, что по-русски я говорю в прошлый понедельник, на прошлой неделе. В прошлом месяце, а по-английски мне достаточно слова last. Last Monday, last week, last month, last year. Затем, неделю назад, да, a week ago, 10 минут назад. Ten minutes ago, a year ago. Да, то, что мы говорим, что было какое-то время назад. А также мы обозначаем конкретно когда, да, это произошло. Например, в 1999, in 1999, или зимой, in winter, или в марте, in March, да, и так далее, в любой какой-то конкретный период времени. У нас опять-таки с вами сохраняется наша история с описанием и действием. И описание, description, да, мы сейчас с вами увидим. Например, I am in Spain now. Да, мечты, мечты. I am in Spain now. Сейчас я в Испании, и я была, я находилась в Испании. I was in Spain. Вот как мы из настоящего описания, да, перемещаемся в описание в прошлом. Я была в Испании, я находилась в Испании. I was in Spain. Она является экономистом. Она была экономистом. She was an economist. Это потрясающе, это здорово, это шикарно. It is great. Это было шикарно. It was great. Что изменилось, да, форма глагола to be поменялась. У нас вместо am is, да, у нас стало was. Was. Обратите внимание, здесь везде один человек. Я один, она одна, он один, оно, да, или это одно. Да, was для единственного числа. Для множественного числа давайте посмотрим. Как мы помним, в настоящем они являются милыми, они являются хорошими. They are nice. Как мы в прошлое переведём это всё. They were nice. We are... You are happy. You were happy yesterday. We are cool. Мы крутые вообще, классные. We are cool. We were cool yesterday. Да, вчера на каком-то мероприятии мы были явно очень крутыми. Итак, для множественного числа у нас форма were, да, всё, что было are, становится were. I was in Spain. They were in Spain. I am nice, I was nice, I am nice, I was nice, и так далее. Окей. Итак, в утверждении для единственного числа I, his, she, it. Мы используем was, да. I was angry yesterday. She was tired last Monday. He was at home in the evening. А вечером он был дома. И для множественного числа you were, they were. Да. You were calm. Вы были спокойны. We were angry. Мы были явно очень злые. They were at school last week. Они на прошлой неделе были в школе. Good. Окей. Что сделать, чтобы отрицание сделать? Да, частицы not добавляется. Добавляется в данный случай к чему? К глаголу to be точно так же. У нас было was, стало wasn't. У нас было were, стало weren't. Wasn't you weren't. I wasn't angry yesterday. She wasn't tired. You weren't at home. Вы не были дома. They weren't at work yesterday. They were at home. Они не были на работе, они были дома. We weren't in the office in the morning. Да, утром мы не были в офисе. Alright. So now we know the negative sentences. Теперь мы уже знаем про отрицательные предложения. Как построить вопрос? Порядок слов. Как обычно, меняется порядок слов. Was приезжает на место перед тем, кто выполняет действия. Кто каким-то является. Являлась ли она злой? Являлся ли он уставшим? Was he tired yesterday? И were для множественного числа. Were you at home? Вы были дома? Were they at work? Были ли они на работе? Were you angry? Были ли вы разозлены чем-то? Если мы хотим уточнить информацию, узнать детали, то мы используем с вами уже известные нам вопросительные слова, и которые мы ставим самое начало, перед глаголом to be, да? То есть, смотрите, ничего вот здесь не изменилось, просто добавились вопросительные слова. Почему она была чем-то разозлена, да? Why was she angry? Когда он был уставшим? When was he tired? Почему вы были дома? Why were you at home yesterday? And Почему вы были спокойны? Why were you calm? Может быть, не надо было быть уже спокойным совсем. And Когда мы были в школе? When were we at school? Yep. И так далее. То есть, здесь для нас важен, как обычно, порядок слов. Okay? So now let's practice. Попрактикуемся. Please write five sentences about your feelings yesterday. Напишите пять предложений о ваших чувствах, feelings, которые вы испытывали вчера. Можно использовать прилагательные чувств, которые я вам предлагаю. Например, excited, в восторге, быть в предвкушении чего-то хорошего. Excited. Да? Или радоваться, что что-то сейчас произойдёт хорошее. Sad. Sad. Грустный. Hungry. Hungry. Голодный. Таэд. Таэд. Уставший. Happy. Радостный. Счастливый. Please click to pause the video. Пожалуйста, поставьте видео на паузу и напишите, были ли вы грустными, или вы не были грустными, или вы были уставшими, или вы вчера не были голодными. All right? Okay. Thank you very much. That was great. Шикарно. Спасибо. Тогда двигаемся дальше. А сейчас будем обсуждать действия. Action. Action. Как мотор, да? Когда говорят, типа, мотор, начинаем снимать. Action. У нас есть глаголы, да? Которые выражают действия. Действия выражаются какими-то глаголами. Спать, помогать, бегать и так далее. И у нас есть два вида глаголов для past simple. У нас есть regular verbs, да, правильные глаголы. И вот как мы строим предложения с ними. Мы всего лишь добавляем окончание –ed. Причём, неважно, he, she, it, I, you, they. Неважно. Для всех будет одна форма с окончанием –ed. Например, отвечать. To answer. I answered. She answered. They answered. To stay. Оставаться. Останавливаться. We stayed in a hotel. Мы остановились в отеле. You stayed with her. Ты осталась с ней. They stayed with us. Они остались с нами. Smile. Улыбаться. You smiled yesterday. Ты улыбнулась вчера или вы улыбнулись вчера. He smiled. She smiled. We smiled. I smiled. Никаких изменений. Try. Пробовать, пытаться или ещё, может быть, примерять. We tried, they tried, I tried, she tried и так далее. Like – нравится, испытывает симпатию. Ему это понравилось. He liked it. She liked chocolate. He liked green tea. They liked it. We liked it. И так далее. Никаких изменений. Love – loved. Да, то же самое. They loved, I loved, she loved, he loved. Никаких изменений. Наконец-то у нас что-то совершенно несложное. Для всех лиц и чисел всего лишь окончание – ид. Время порадоваться. Теперь поговорим про орфографию. То есть spelling. Spelling – как правильно писать. Добавляем окончание «идим» и несколькими разными способами. У нас бывает так, что в глаголе, например, останавливаться – stop, to stop – на конце одна, одна единственная согласная, чаще всего глухая. Перед ней идет глухая. Перед ней идет глухая. Да, stop. Тогда мы удваиваем согласную и только после этого добавляем «иди». Например, to stop – stopped. I stopped. Admit – admit something. Это признавать что-то. Admit it – признай это. У нас, опять-таки, to на конце и перед ней гласное, видите? Что мы делаем? Мы удваиваем to. I admitted it. Я признала же это уже. He admitted that. Он признал вот что-то еще. Да, но смотрите, если у нас несколько согласных, например, в слове help, у нас есть L и P, то мы ничего не удваиваем. He helped me, she helped me и так далее. Love – в данном случае у нас на конце буква И. Что же нам делать? Как нам добавить «иди»? Мы же не можем еще одну «и» написать. Действительно, не можем. Получится как-то странно. Для этого мы оставляем ту «и», которая была уже в глаголе love, и просто дописываем «ди». «I love you», «you loved me», «I loved you». То же самое «save», «save» – спасать. «You saved me», «he saved her», там, я не знаю, «they saved us», «они спасли нас» и так далее. Если у нас заканчивается глагол на Y, и она читается как I или как I, то есть какими-то гласными вариантами. Например, hurry – спешить, то мы убираем Y, убираем совсем-насовсем, пишем I и добавляем «иди». «He hurried», «she hurried», «they hurried». «Carry» – носить, например, носить сумку. «To carry a bag». Y – убираем, добавляем I и D, дописываем. «She carried a heavy bag». Она не сладко шелую сумку. «Reply», «отвечать». «Reply» – то же самое, Y убираем, I и D, да, получается. «He replied», «он ответил». Однако у нас бывает так, что Y читается как просто Y звук, когда рядом стоит другая гласная, чтобы получилось так, чтобы она закрыла, как бы, слово. «Play», «stay», да, и так далее. «Play», «played», «stay», «stayed». В данном случае, когда она как согласная Y выступает, то мы просто дописываем E, D окончание. Отлично. Now let's practice, guys. Давайте попрактикуемся. Расскажите, пожалуйста, с помощью моих подсказок, историю про the old lady, про бабулю, её внука. The old lady. Я произношу по-русски, вы сразу же произносите по-английски. Она работала в саду неделю назад. Так. Её маленький внук помогал ей. Так. Она улыбнулась и сказала, «ты такой заботливый». Он ответил, «это всё потому, что я знаю, что ты любишь меня». Поэтому я решил показать тебе, что я тебя тоже люблю. Так, теперь давайте проверим. She worked in a garden a week ago. Her little grandchild helped her. She smiled and said, «You are so thoughtful». Да, заботливый. He replied, «That is because I know that you love me. So I decided to show you that I love you too». Субтитры создавал DimaTorzok